итак здравствуйте друзья и приветствую всех на канале эрзон game сегодняшнем видео я предлагаю вам прогуляться вместе со мной по проекту который называется трибунал роли play ну и не откладывая долгий ящик и пропуская меню персонализации заходим на проект и первое что нас встречает это . аренды скутеров и надо отметить что это плюс во первых она сразу же находится рядом с местным появлением и вообще по всей карте разбросаны такие точки и второе это то что они бесплатные на любой точке вы можете взять скутер и он не будет вам стоить ровным счетом ничего ну а второе что встречается сразу же при заходе на этот проект это крайне низкий fps я не знаю в чем причина но fps не поднимается выше 40 единиц не знаю я встречаю такое первый раз я зашел на другие проекты чтобы проверить в чем причина на других проектах все хорошо fps зашкаливает за сотню здесь выше 40 не поднимается вообще где бы вы не находились ну а на данный момент мы находимся в мэрии зашел сюда и чтобы узнать как же здесь трудоустройством а трудоустройство здесь происходит на непосредственно на точках самих рабочих занятий то есть не через мэрию в мэрии как вы видели в общем то ничего и нету но к мэрии мы еще вернемся потому что с этим тут связано тоже некоторые события а пока направляемся на первое рабочее занятие которое есть на этом проект но естественно это стройка как и на большинстве подходим на триггер взаимодействия здесь есть краткое описание этой работы но в общем то описывать здесь на самом деле нечего дом вы это сами видите далее нажимаем устроиться на работу появляется форма это тоже я считаю плюс форма так себе но она хотя бы есть уже есть какой-то антураж строительных работ ну а дальше беготня от точки а до точки б существует несколько моделей переносимого груза это бочки коробки трубы ну и в общем то рандомно выпадающие точки на строительной площадке вот и вся работа прокачка происходит каждого отдельного рабочего занятия по степени того сколько вы им занимаетесь то есть общего какого-то количества очков прокачки здесь не существует если вы будете стоять просто афк то ничего не будет происходить потому что надо прокачивать каждую рабочую специальность отдельно то есть если я сейчас занимаюсь строительными работами у меня идет прокачка именно работа строителя чтобы прокачать до 100 процентов а здесь все в процентах нужно пробежать тысячу вот таких вот точек . а . б ну естественно засчитывается только пробег когда вы несете какой-то груз пробег в холостую не засчитывается ну а оплату вы видите в общем то вот и все что можно сказать про это рабочее занятие но провести на строительной площадке вам в любом случае придется какое-то время но даже не какое-то время вполне такие понятное количество времени но нам нужно заработать полторы тысячи долларов но вот тут есть другой факт этого проекта я не знаю просто как это характеризовать в общем здесь нету автошколы и нету никакой информации о том где получают права и сколько они стоят со мной здесь тоже бегал человек я задавал ему этот вопрос потому что на карте автошколы нету а куда обращаться сколько нужно денег в общем то никто не знает ну как никто я все-таки нашел человека который уже получил права и он там не объяснил но изначально когда вы заходите на проект берете мопед у вас естественно никто не спрашивает права и не даже никто не берет денег за этот арендованный мопед и невольно складывается впечатление что раз на мопед права не нужны автошколы нету то значит лицензия на вождение у вас есть автоматически но это не так здесь надо получать лицензию на вождение транспорта и она имеет стоимость стоит она полторы тысячи но вот узнать об этом не откуда только если бегать искать кого-то кто уже здесь какое-то время и задавать ему этот вопрос и опять-таки каждый объясняет по-своему один не сказал что нужно тысячу долларов заработать второй сказал что надо полторы тысячи один сказал что просто приходишь говоришь те надо права и тебе их дают в результате оказывается надо было еще отвечать на вопросы но этой информации нигде нету ну и другая сторона этой же медали это то что все-таки право надо получать через игрока то есть зависеть от его онлайна я допускаю что на рп проекте такая система может быть но тогда надо обеспечить постоянное присутствие этого человека или его заместителя или вообще что-нибудь потому что вот я пришел ночью и такого человека здесь не было я заходил утром и этого человека не было и только вечером я его поймал есть кто живой есть кто живой то здравствуйте здравствуйте мне сказали где-то здесь в мэрии можно права получить сейчас подождите пожалуйста поза строить меня было слышно да да я слышу да вот здесь я запрос в раз ожидать ну хорошо граждан вам нужна какая-то помощь да я жду кто-то должен что-то сделать я должен получить права хорошо ща придет думаю секретаря скоро подождите молодой человек да да слушаю да вам направо ну да мне сказали что он дойти в мэрию да сейчас как роман рома я понял давайте подойти к камеру пожалуйста сейчас сейчас так давайте у вас полторы тысячи на руках есть да сходил на стройку и меня заработал ай сейчас давайте я проведу вам тест после того что так как рога я не могу выйти на гражданске в первую очередь снаряжение потому что у нас нет мы удовольствием сейчас скромно знаете просто правила приедем до уголовного а в царском аксессуарском основе где по городе в году 6 за городом 90 но магистрали 110 не хорошо давайте с подвигом ситуации вы видите в тоннеле Если человек в гряде едет, не сказать медленно, но ниже 40, допустим, вы имеете право его обохнать в этом случае? Только в том случае, если это разрешает знаки и разметка. В других случаях нет. А если в тоннеле разметку плохо видно? Тогда, к сожалению, исходя из условий видимости, я не имею права обгонять. Хорошо. В ночное время суток, что у вас должно, так скажем, какие обознавательные знаки того, что вы едете, должны гореть? Ближний свет фар. А еще что? Да, наверное, больше ничего. Ближний свет фар. А как машина сзади едущая узнает, что вы едете? Ну, это же, если я включил ближний свет фар, то по кругу включаются все опознавательные огни. Это как бы, ну, по умолчанию. Отдельно, задний фонарит. Ну, просто у нас, кстати, есть некоторые машины, которые, ну, у которых на другую кнопку. А, вон оно как, да, ну, тогда, да, надо включить по кругу все опознавательные сигналы, то есть и ближний свет фары и габаритные огни. Да, 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 просто машины такие хорошие, сделаны прямыми руками из-за этого. Хорошо, давайте тогда еще. В каких местах запрещено парковаться? Назовите мне три места таких. Где запрещено парковаться, да? Да, да, да. Под эстакадами, в туннелях и в местах, обозначенных красной разметкой. Хорошо, отлично. Тогда давайте сейчас я вам выдам соответствующие документы, лицензий на уважение. Достал из ящика пакет лицензий, поставил подпись и написал имя человека. Вас же зовут... Меня зовут Алекс. Да, правильно я написал, я Алекс. Так, приготовьте, пожалуйста, полторы тысячи. Так, хорошо. Сейчас, передал лицензию человеку на... О, замечательно, красивый. Ну вот, друзья, таким вот образом здесь получают водительское удостоверение. И уж и, наверное, решайте сами, хорошо это или плохо. Например, я не сторонник, потому что в моем случае мне пришлось потратить... Почти сутки, чтобы поймать этого человека и ждать его вот здесь. Вот это можете, кстати, посмотреть по времени. Полчаса. Полчаса я стоял в мэре и ждал, когда кто-нибудь появится и задаст мне вот ряд вот этих вот, на мой взгляд, глупых вопросов. Поэтому, наверное, оставлю на это на ваш суд. Хорошо вот такой вот способ получения прав или плохо. Если исходить из роли плей-составляющей, то, наверное, такое получение прав имеет место быть. Но, как я уже и говорил, слишком велика онлайн-зависимость. Я потратил на это почти сутки, чтобы поймать этого человека. И 30 минут просто тупо простоял в ожидании, когда кто-то появится. А ведь за это время я бы мог уже закончить обзор этого ролика. Потому что прошли ровно сутки с того момента, как я первый раз зашел, потом зашел ночью, утром и только вечером я его поймал. Поэтому я не знаю. Вот я считаю, что да, такое может быть, но надо придумывать какие-то запасные пути. То есть, если нету какого-то человека, ответственного за выдачу лицензий, будьте любезны сделать это в автоматическом режиме. Ну, а раз уж мы все-таки получили лицензию на право управления. Хотя, как вы могли заметить, лицензия мне выдана с категории А. Но я могу ездить здесь на всем, что шевелится, в общем-то. И следующая работа у нас работа автобусника. Ничего интересного в ней, как и на большинстве проектов, нет. Единственное, что есть выбор маршрута, и вы можете сами себе задать цену на билет. Ничего от этого не меняется. Если выбираете маршрут, то он только либо больше, либо меньше. Цена на билет это вообще условное понятие, потому что никогда и никого вы возить не будете. Просто выезжаете на маршрут, который вы выбрали. Ну, и дальше обычная езда по контрольным точкам. Ничего интересного, как я уже сказал, здесь нет. Я уже как-то в одном из видео рассказывал о том, что, в общем-то, работа водителя автобуса, она может быть даже полезной. На тех проектах, особенно, где напряженка с какими-то видами транспорта. Вот, и я уже показывал там на том же, например, Гранте, очень сложно с транспортом, там очень сложная система. Я неоднократно показывал видео, где люди либо специальные, либо с какой-то целью, я не знаю, но не добавляют ни арендованного транспорта, никакого. И на этих проектах работа автобуса и вообще, в принципе, само то, что автобус есть на линии, на нем можно ездить, могло бы играть, ну, такую приличную роль. Но, к сожалению, я еще не встретил ни одного проекта, где автобус действительно был какой-то значимой единицей и какой-то значимой работой. Везде это просто езда по триггерам, ни больше, ни меньше. Не является исключением, конечно же, и этот проект. Здесь тоже это очень банальная работа и даже выполнена она не очень красиво, потому как нету даже остановок. Не удосужились поставить остановки, остановки выполнены вот таким вот голубым триггером, как видите, просто посреди дороги. Захреначили триггер, стоить и жди 10 секунд. В общем-то, вот и все. Единственная антуражная остановка находится возле мэрии, ну, потому что она там стоит изначально. Ее не поставили автора, она стоит там, вот я имею в виду вот эту остановку, она здесь стоит изначально. Поэтому вот тут хотя бы выглядит это более-менее симпатично. Ну, а в целом работы, конечно, так себе. И прокачка очень долгая, и, в общем-то, заработки мизерные. Ну, и кроме работы автобусника, есть еще работа доставщика. Но, чтобы ее показать, мне нужно заработать 5000 долларов. И, извините, ну, не смогу я заработать 5000 долларов, чтобы показать вам ту работу. Да, к тому же, она требует высокого онлайна. Потому что заказы на работу доставщика присылают игроки. А если низкий онлайн, то и заказов надо ждать очень долго. Поэтому переходим к следующей работе. Это работа сборщика апельсинов. И это уже категория работы на себя. То есть, если до этого я показывал работы, так скажем, государственные, то теперь мы работаем на себя. Сколько соберете, столько продадите, столько заработаете. И вот эта работа мне понравилась на этом проекте больше всего. Заметьте скорость сбора. Подошел, оторвал, все, бежим к следующему дереву. Подошел, оторвал, все, бежим к следующему дереву. Подобную работу я показывал на том же проекте Majestic. Но там почему-то персонаж очень долго ковырялся. И такое впечатление, что он менял лампочки в этом дереве. Плюс к тому же, на Majestic под каждым деревом надо было набивать комбинацию из четырех символов. Что мне в комментариях написали? Это капчи, чтобы не занимались их хренью и не фармили. Так вот, я, честно говоря, сомневаюсь, что есть какой-то софт, который позволит без участия игрока определять, что надо персонажу подбежать к дереву, взаимодействовать с ним. Не думаю я. Вот не думаю. Я уверен, что на Majestic вот эти символы, эта капча сделана просто так от балды. Не думаю я, что есть какой-то софт, позволяющий бегать от дерева к дереву и взаимодействовать с ним. Вот, например, на проекте Гранд есть добыча камня, где вы просто стоите на одном месте и нажимаете периодически букву Е. Вот в этом случае вам может помочь простой автокликер. Просто зашли на точку и включаете автокликер. Вот там капча оправдана. Каждые пять минут выскакивает капча и вам надо набрать символы. Да, действительно, вот в таком случае простой даже не автокликер, а мышка с макросом может вам в этом случае помочь. Вот в этой же работе я не думаю, что кто-то смог написать такой софт, который позволит бегать от дерева к дереву, а деревья к тому же еще и заканчиваются. Нельзя с одного дерева собирать два раза плоды. Так вот, такого софта, по-моему, не может быть. А если кто-то и напишет, то, наверное, ему место не в GTA, а надо все-таки свой талант развивать в программировании. Поэтому я уверен, что на Majestic эти символы себя не оправдывают, а только затрудняют работу игрока. Ну, а что касаемо этого проекта, то я считаю, что эта работа лучшая даже не только на этом проекте, а в принципе из всех тех, которых я видел, связанных с сбором плодово-овощных культур. Очень быстро, интересно, не скучно, но, к сожалению, очень малооплачиваемая. Потому что этот ресурс, апельсины, на проекте самые дешевые. Вот такое количество мне удалось набрать. Если бы у меня была машина, этого было бы, конечно же, больше. Но я приехал сюда на мопедке, а у мопедки нет багажника. Также к плюсам этой работы я могу отнести автоподбор собранных нами плодов. Они автоматически падают нам в рюкзак, в карманы и там в футболку, в общем, везде, где есть место. А вот минусом это очень далекое расстояние точки продажи апельсинов. Как вы можете заметить, ехать надо через всю карту аж в сам порт. И только там можно продавать собранные нами плоды. Вообще в порту находятся три точки. Точка скупки апельсинов, камня и древесины. Все надо будет возить сюда. Сам процесс продажи происходит достаточно быстро. Подходим к боту, выбираем позицию продать и все. Все, что у нас было, автоматически продалось. То есть рюкзак теперь у нас пустой. Все. Если бы была машина, пришлось бы перегрузить из машины и еще раз продать. В общем-то вот и все. Все свозится в порт. Достаточно далеко, скажу вам. Достаточно далеко. Ну и переходим к следующей работе. Опять работаем на себя. Сколько заработаем, столько и заработаем. В общем-то это уже не государственные работы. Ну а вот сама работа, я ее уже показывал. Я считаю это, ну просто какая-то придурь. Мне не понравилась она на предыдущем проекте. И не нравится и здесь. Потому что, ну работа действительно вот она. Ну вы ее сейчас видите. Вся беда в том, что все время надо искать вот это вот положение, где загорится табличка дамага этого камня. А так как анимация взята из простой драки, она абсолютно не подходит для данной работы. У вас все время есть какое-то чувство, что вы не контролируете ситуацию. И это действительно так. Когда вы находите вот эту полоску дамага, вам нужно найти вот это положение. Нажимаете левую кнопку мыши и персонаж начинает прыгать. И вот в этот момент вы понимаете, что вот как сейчас, видите. Я не вовремя нажал и кирка у меня исчезла. И помимо исчезновения кирки, вам все время надо искать вот это вот положение возле камня. Но даже найдя его, после двух-трех ударов, персонаж начинает хаотично прыгать. Как я уже сказал, анимация взята из драки. А она вообще никак не подходит к этой работе. Вам постоянно надо искать вот это место дамага у камня. И это вымораживает вас. Действительно, вы не контролируете то, что происходит. Вы не можете стоять на месте и чем-то заниматься. Вам все время надо искать вот это вот положение, когда загорится табличка дамага. В конце концов, я поймал себя на мысли, что когда я нахожу вот это вот положение, и загорается табличка, я не хочу нажимать левую кнопку мыши. Потому что сейчас персонаж начнет отпрыгивать в какую-то сторону и потеряет опять это место. И мне опять придется вылавливать. А вылавливать надо по миллиметрику. Не получится так, что вы подошли и он сразу же загорелся. Бывает так, вы подходите к одному камню, а табличка выскакивает возле другого камня. Особенно это печально выглядит на работе с древесиной. И как раз вот следующая работа, это работа лесоруба. И выполнена она точно так же, как и в общем-то работа каменщика. Мы деремся с деревом. Анимация, как всегда, вот такая вот. Постоянно ищем вот эту вот полоску дамага. Ну, в общем-то, вот так вот выглядит и работа лесоруба. И если с простым, с большим деревом еще куда не шло, более-менее можно справиться, то когда из дерева выпадают бревна, становится все гораздо хуже. На бревне загорается аж пять индикаторов. И находятся они очень близко друг к другу. И вот тут вот эта проблема поиска положения становится очень актуальной. И вот как я уже говорил, нажимать левую кнопку мыши, ну, вообще не хочется, потому что персонаж начинает отпрыгивать. А ловить вот это положение, ну, достаточно сложно. Это вот просто игра в миллиметры. И после два-три удара он опять начинает искать это положение. Как видите, иногда загорается не то, что нужно. И вам приходится вот такими уж мелкими шажками искать, где же оно загорится. И как только оно загорелось, ну, бить по нему вообще не хочется, потому что опять начинается хаотичное прыгание персонажа в разные стороны. Вообще, в целом, про эту работу хочется сказать, что я его слепила из того, что было, как когда-то пелось в какой-то песне. И это действительно так. Взяли какую-то модель бревна, накидали на него вот эти вот индикаторы дамага, прикрутили какую-то нелепую анимацию драки, ну и все, занимайтесь. Вот вам типа рабочее занятие. Ну и да, конечно, наверное, сколько людей, столько и мнений. И я вполне могу себе представить, что кто-то, занимаясь этим, подумает, ну нифига, как прикольно. Ну, как я и сказал, сколько людей, столько и мнений. Ну, я же поймал себя на том, что, ну, я даже за реальные деньги не хочу этим заниматься. Ну, а посему я поехал на следующую работу. А следующая работа требует от вас транспорта. Да, конечно, можно этим заниматься на скутере арендованном, ну, вернее, даже не арендованном, а бесплатном. Но я заработал какую-то денежку и решил приобрести себе автомобиль. Ну, а заодно и вам показать, как же здесь выполнены магазины и какие цены на начальный автотранспорт. А это именно магазин начального автотранспорта. И первое, что вот бросается, невозможно крутить автомобиль. Что бы я ни нажимал, он вообще никак не крутится. А стоит он, ну, не в самом лучшем ракурсе, так скажем. Ну, и выбор цветов. В правом нижнем углу вы можете заметить, как выполнен выбор цвета. Как и на многих проектах, естественно, есть два цвета. Основной и второстепенный. Но вот выполнение, ну, просто отвратительное. Вам надо будет щелкать вот так вот стрелочкой вправо и выбирать цвета. Чтобы потом вернуться к тому, который вам понравился, ну, вы устанете просто щелкать мышью. Это очень неудобно и хуже я на самом деле не видел. Ну, и сам магазин, вы видите, как это выполнено. Это просто на улице. Вот так вот появляются модельки. И самое печальное, что их невозможно крутить. Место появления машины тоже, я бы сказал, под сомнениями. Я вообще на это место хотел поставить скутер. Чтобы посмотреть, что же будет-то. Отлетит машина или отлетит скутер. Ну, и понять, сколько здесь вообще машин, тоже из-за этого меню, в общем-то, не особо понятно. Ну, я выбрал себе машинку и, в общем-то, ее приобрел. Ну, вот, несмотря на то, что приобрел я эту машину в Палета Бэй, бежать за ней пришлось в Лос-Сантос. Почему-то вот так здесь выполнено. Хорошо, я не расстался со скутером. И на скутере доехал до места получения. Не знаю, такое себе решение. Ну, а машинка мне понадобилась для того, чтобы посмотреть последнюю на этом проекте работу. А это, ну, наверное, доставка наркотиков, как-то так ее назовем. Выглядит это таким вот образом. В арочке стоит наркодилер. Подходим к нему и покупаем у него информацию о том, где лежит закладка. Далее садимся в машину и загорается маркер. Едем на этот маркер, подбираем закладку и везем ее почти что в Палета Бэй на ферму. Для того, чтобы продать ее там. Эту закладку. Можно набрать несколько закладок. Но тут есть немножко другой нюанс. Закладки выпадают на абсолютно разном расстоянии. Бывает и 12 километров, и 10, и 2 километра у меня было. Подбираете закладку и везете. То есть, когда выглядит километров 10, ну, естественно, смысла нет никакого. Поэтому везете одну закладку. Ну, в принципе, работа прикольная. Гоняете себе по карте. В общем-то, вот и все. А больше, наверное, мне показать вам будет и нечего. Могу только еще добавить, что за нахождение на проекте вам будет периодически падать фишки для казино. Но я играть не стал, потому что игр там интересных нет. Есть одно колесо фортуны, но оно просит полторы тысячи фишек. А у меня такого количества не было. Поэтому я просто зашел в казино и обменял эти фишки. Но все равно приятный бонус за то, что я просто здесь находился. Ну, а если в целом о проекте сказать, то, наверное, я показал вам все рабочие занятия. Какую-то часть экономики, автотранспорта. Ну, а больше-то показать и нечего. Проект такой, очень скудный на какие-то интересные фишки, на какие-то интересные решения. Не понравилось мне и FPS на этом проекте с самого начала. Как я уже сказал, FPS не поднимается выше 40 единиц. Я не знаю, в чем проблема этого сервера. Может быть, он лежит на чьем-то домашнем компьютере. Я не знаю, почему так. Я полазил в настройках, зашел на другие проекты. Дело не в настройках, потому что, заходя на другие проверенные проекты, с FPS все в порядке. Заходишь сюда, FPS не поднимается выше 40. Не знаю я, в чем причина, но играть крайне неприятно. Глаза очень быстро устают. Ну, а если кому-то понравился данный проект, заходите, играйте, получайте удовольствие. Проект открыт, он ждет своих игроков. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Берегите себя и свое здоровье. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok